Какие супергерои обычно всплывают в нашей голове? Может быть эти? Или эти? Или вот такие персонажи? Сейчас вы увидите нечто другое. Мстителей, которые существовали в реальной жизни. В них была своя война бесконечности, и после просмотра этого видео вы сами решите, кто больше достоин полноценных художественных экранизаций. Выдуманные мутанты, получившие суперспособности задарма, или эти абсолютно реальные люди, фотографии которых каждый из нас может держать в бессмертном полке. Начнем мы с героя, который вместо перчатки Таноса сжимал в руках нетривиальное супероружие. Обыкновенный топор. Иван Середа, парень 22 лет от роду, как и все украинские хлопцы, любил вкусно поесть. Но он любил не только есть, но и готовить. Именно поэтому после школы поступил в Донецкий пищевой техникум. Встретил войну в июне 41-го года Иван Середа в качестве повара 91-го танкового полка. Однажды, когда взвод выдвинулся на передовую, и Иван остался наедине с кашей и супом, немецкий танк выкатился прямо к полевой кухне. Из башни танка показалась голова немца, который довольно смеялся, говоря что-то своим товарищам внутри машины. Иван ринулся к танку с топором в руках. Немец, увидев бегущего к нему русского солдата, нырнул в люк. Из танка заработал пулемет, однако повар не попал в зону его обстрела. Середа куском брезента закрыл смотровые щели, лишив танкистов обзора. Пулемет продолжал стрелять, и тогда повар двумя ударами обуха топора согнул его ствол. Затем повар стал яростно молотить топором по люку, подавая команду несуществующим товарищам. Ошеломленные и ослепленные немецкие танкисты явно растерялись. Сколько человек их окружило, они не представляли. Яростные удары топора по броне довели экипаж до легкой контузии. В итоге люк танка открылся, и из него один за одним вылезли четыре немецких танкиста. Когда товарищи Середы вернулись к полевой кухне, перед ними развернулась такая картина. Немецкий танк, связанные немцы, а повар, как ни в чем не бывало, снимал пробу с каши. Об уникальном случае очень быстро стало известно, что впоследствии сослужило дурную службу. Многие стали полагать, что повар Середа – персонаж мифический, но реальность его подвига подтверждена документально. Супероружие, которое использовал Середа, отметилось еще в одной истории. Сын сельского плотника Митя Овчаренко с юных лет постигал крестьянскую жизнь. Учился ухаживать за скотиной, заготавливать сено, рубить дрова и, само собой, осваивал отцовскую плотницкую науку. В июне 1941 года грянула война, и 22-летний крестьянский сын Овчаренко стал ездовым. В обязанности красноармейцев ходил подвоз на телеге к позициям роты продовольствия и боеприпасов. Задача на войне не самая опасная, и ездил Дмитрий в одиночку. 13 июля 1941 года на дороге прямо на одинокую подводу Овчаренко выскочили две машины, в которых находились гитлеровцы. Три офицера и 50 солдат. Для неразберихи начала войны такие прорывы врага в тыл советских войск были делом обычным. Офицер допрашивал Дмитрия здесь же, у подводы. Винтовку у него отобрали, так что никакого подвоха от него не ждали. Между тем в сене, рядом со стоящим Дмитрием, лежал топор, который немцы то ли не заметили, то ли не сочли опасным оружием. Внезапно красноармеец схватил топор и одним взмахом снес голову командиру немецкого отряда. Обезглавленное тело осело на землю. Немцы ожидали чего угодно, но не такого поворота. На несколько секунд от потрясения и шока они впали в оцепенение. Этих секунд Овчаренко хватило для того, чтобы нырнуть в подводу, вытащить три гранаты и отправить их в гущу стоящих врагов. А сразу после взрыва разъяренный русский солдат с топором ринулся в атаку. И больше двух десятков немцев в ужасе побежали, забыв и о собственном оружии, и вообще обо всем на свете. Правда, убежать удалось не всем. Например, одного из двух оставшихся офицеров, пытавшихся удрать через огороды, красноармеец настиг и вновь пустил ход топор, лишив головы и его. Когда на импровизированном поле боя остались только трупы немцев, победитель собрал документы убитых, офицерские планшеты и отправился в родную роту. Политрук роты, посмотрев привезенные документы, решил все проверить и, взяв несколько бойцов, отправился на место событий. Когда подсчитали убитых, выяснилось, что Дмитрий Овчаренко в этой схватке уничтожил двух немецких офицеров и 21 солдат противника. Так что это тоже не миф военной пропаганды, как было бы удобно считать некоторым, а реально задокументированный случай. А вот этому человеку не нужен был даже топор. Владимир Никитович Кайда крушил врага в рукопашной схватке голыми руками, и для этого ему не нужно было зеленеть, как халку. Колоссальная сила удара матроса Кайда объяснялась просто. Еще до службы во флоте Владимир Кайда наспор убивал ударом кулака бычка средних размеров, и от удара такой силы немецким солдатам было уже не оправиться. За время службы матрос был ранен 13 раз, но после каждого ранения возвращался в строй, а за проявленное мужество был награжден двумя орденами Красной Звезды. А у следующего нашего героя была другая суперспособность, не связанная с физической силой. Когда 40-летний охотник Семен Намаконов попал на фронт, его малограмотного Ивенко всерьез не воспринимали. Сослуживцы говорили, что он понимает по-русски только команду на обед. Снайпером Намаконов стал по чистой случайности, когда в сентябре 1941 года его отправили на эвакуацию раненых, он заметил фашистов, схватил винтовку раненого бойца и метким выстрелом уложил противника. После этого случая его зачислили в снайперский взвод. Поначалу Намаконову приходилось отправляться на боевые задания с винтовкой, в которой даже не было оптического прицела. Но стрелок был таким метким, что его вскоре прозвали «сибирским шаманом». Всех отправленных на охоту за шаманом немецких снайперов обнаруживали мертвым. Подку, порт обстрел и ничего не действовало. Намаконов был ранен 9 раз и получил несколько контузий, но остался жив. После каждого подтвержденного случая поражения противника снайпер вставил на своей трубке для табака, с которой никогда не разлучался, пометки. Точками отмечал количество убитых солдат, крестиками офицеров. К концу войны на его счету было 368 убитых врагов, в том числе один генерал-майор. Уже после войны к сибирскому шаману пришло письмо из Гамбурга. В нем писали о немецкой женщине, которая задавалась вопросом, может, на его трубке была отметка и о смерти моего сына Густава Эрлиха? Молился ли человек со столь большими заслугами о своих жертвах? Когда Намаконову прочитали это, он продиктовал своему сыну ответ, так как сам писать не умел. «Вполне возможно, что на трубке, которую я курил на фронте, была отметка и о вашем сыне, и я не запомнил всех грабителей и убийц, которые пришли с войной, и которые оказались на мушке моей винтовки. Если бы вы, немецкие женщины, своими глазами увидели, что натворили ваши сыновья в Ленинграде, прокляли бы их сами. Может быть, кому-то сейчас режут слухать слова, ведь это так нетолерантно. В современном мире нас заставляют думать, что раз война – это всегда трагедия, то странно и неуместно говорить о победе, ведь на войне у всех есть своя правда. У русских была своя правда, а у немцев – своя. Эта точка зрения очень удобна для европейцев, которые практически не сопротивлялись, легли под Гитлера в считанные дни и недели, а в Советском Союзе один только дом Павлова в Сталинграде держался два месяца. Но предположим, что это универсальное правило, и у каждого действительно своя правда. Тогда и Холокост может быть прекрасно оправдан, ведь у организаторов концлагерей была своя правда. Но, как мы видим, во всем мире еврейский Холокост никоим образом не оспаривается. Однозначно определены виновные и пострадавшие. А вот праздновать победу народу, который освободил Европу, никак нельзя. Это попытка украсть у нас победу, чтобы мы не смели считать, что бессмертный полк – это шествие внуков и правнуков победителей. Но вернемся к нашим супергероям. В Москве на станции метро партизанская стоит памятник, на который в ежедневной самотохе мало кто обращает внимание. Когда началась Великая Отечественная война, последнему единоличнику в своем районе, охотнику Матвею Кузьмину, было почти 83 года. Для тех, кто не в курсе, крестьяне-единоличник в советском обществе колхозников был персонажем отрицательным, если сказать больше. Так вот, 13 февраля 1942 года его вызвал командир немецкого батальона и сказал, что старик должен вывезти гитлеровский отряд горных баварских егерей в то советским войскам. Старый охотник ответил, что согласен стать проводником. Отправив сына к красноармейцам, дед всю ночь водил немцев окольными дорогами, на рассвете выведя их под огонь советских бойцов, по сути повторив подвиг Сусанину. Ради кого он это сделал, зная, что идет на верную смерть? Ради соседей, которые его, мягко говоря, недолюбливали? Ради своих детей или просто потому, что чувствовал, что так надо? А вот еще одна история, которая начинается с цитаты из дневника немецкого оберлейтенанта 4-й танковой дивизии. 7 июля 1941 года. Вечером хранили неизвестного русского солдата, он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту. Так и погиб. Все удивлялись его храбрости. Оберст перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Этим неизвестным солдатом был Николай Сиротинин. Немцы считали, что бой с ним ведет целая батарея. Бой продолжался два с половиной часа, а за это время герой в одиночку уничтожил 11 танков, 6 бронемашин, 57 солдат и офицеров. Мировой рекорд в танковом биатлоне тоже принадлежит нам. Экипаж танка КВ-1, которым руководил старший лейтенант Зиновий Григорьевич Колобанов, всего за три часа боя 19 августа 1941 года уничтожил 22 танка противника. Такого больше не было не только в Великую Отечественную, но и вообще в истории всех последующих войн. За три часа уничтожить 22 танка не удавалось никому. Вот такие истории, которых, конечно, было огромное количество. Тысячи подобных случаев не были задокументированы, десятки, имея реальные прототипы, стали мифами военной пропаганды. Но давайте зададимся вопросом, в чем же корни этого героизма? Может быть, в идеологии или в тоталитарном режиме, который заставлял женщин на свои деньги строить танки, заставлял их воевать наравне с мужчинами, ведь в каждой армии была девичья рота? Женщины, снайпер, танкистки, летчицы. И этот же тоталитарный режим заставлял воевать детей, ведь детское звание «сын полка» было естественным и позволяло воевать наравне со взрослыми. И воевали эти дети часто до последнего патрона, оставляя для себя гранату, чтобы вместе со своей жизнью унести как можно больше врагов. А может быть, дело не в режиме, а в уникальности самого народа, который, вопреки всему, стал победителем. Народа, в котором осиротевших детей массово усыновляли незнакомые люди, как это сделала Александра Даревская. Часто она забирала тех, от которых уже все отказались, так как считали, что таких дистрофиков все равно не выходишь, только хоронить. К концу войны у нее было 26 сыновей и 16 дочерей. На могильной плите матери простая надпись «Ты наш совесть, мама!» и 42 подписи. Как вы восприняли нашу действительность эти люди, для которых героизм был естественным и логичным продолжением жизни? И что каждый из нас может сделать прямо сейчас? Как каждый из нас должен изменить окружающую действительность, чтобы воображаемый прадед, погибший на войне, с гордостью за потомков сказал? «Теперь я вижу, что воевал и погиб не зря». Подумайте над этим ближайшие 30 секунд и делитесь этим видео. Пусть об этом задумается каждый, для кого День Победы — не пустой звук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok